здравствуйте друзья двигаемся по ночному хайвэю и светлана зачитывает вопрос давай светлана вопрос здравствуйте михаила светлана меня зовут виктория мне 27 лет спасибо вам за вашу работу и желание делиться своим жизненным опытом я не хотела бы вас отвлекать от важных делом и подумала что только вы сможете дать совет моей жизненной ситуации дело в том что мы с мужем в прошлом году переехали в россии на пмж так получилось что первое время мы оформляли документы и не работали примерно через месяц я нашла работу и стала работать а мой муж уже несколько лет увлекается торговлей на бирже но стабильных результатов пока нет и приехав в россию он открыл биржевой счет вроде зарабатывает чуть-чуть а потом опять теряет у него мечта стать биржевым специалистом я вроде ему говорю что надо бы найти работу с гарантированной оплатой но он все равно твердит что нужно идти к своей мечте а я понимаю его желание стать независимым ни от кого финансовом плане но сейчас не то время чтобы тратить его на обучение игре на бирже и что сейчас надо обустраиваться на новом месте получается что сейчас мы живем за счет моего заработка я его очень люблю хороший человек но не знаю как убедить его что сейчас мечта не должна быть на первом месте дайте пожалуйста совет как лучше поступить в этой ситуации что света есть у тебя совет знаешь что давай может быть я немножко начну пары слов как человек который когда-то увлекался тем же самым и который я лицензированный брокер значит я вот что хочу сказать что игра на бирже если мы имеем ввиду то что называется дэй трейдинг то есть он сегодня купил и сегодня продал и вот он каждый день покупает и каждый день продает перед концом торгового дня у нас например она связана с тем что нужно жить по времени нью-йорка и нужно значит соответственно за полчасика до уже быть на маркете уже надо смотреть значит там какие делаются ставки и соображать что прикупить таким образом это по допустим нашему времени калифорнийского мы же на три часа отстаем то это уже нужно стать там ни свет ни заря в принципе конечно можно так вот судоречка часок там этому посвятить ну два и дальше там особо уже не так важно но как сказать трудно жить так совмещать и работу и торговлю на стак маркете хотя люди в целом очень много людей которые совмещают тут немножечко там немножечко есть люди которые делают не не то что называется дэй трейдинг а так такие более продолжительные транзакции они выполняют то есть им не нужно сутками сидеть на на рынке для того чтобы что-то делать поэтому они будут успешно совмещают работу и вот вот это все если молодой человек занимается торговлей на я не знаю на какой бирже он работает если он на нью-йоркской бирже то он или там на лондонской тот должен жить соответственно по их времени и это действительно сложно может быть больше того он может работать сразу на нескольких да он может сразу и там и на российской и на лондонской и на нью-йоркской и там может еще где-нибудь там на гонконгской вот поэтому это может быть абсолютно таким все все поглощающим занятием вот я я просто хотел прокомментировать что вот чем он занимается если мы про отношение к этому делу говорим то я не думаю что это вот как мечта какая-то хорошая мечта то есть финансовая самостоятельность да но заниматься спекуляцией спекуляция чем бы то ни было не является стабильным доходом поэтому он в данном случае живет за счет жены вот у него жена 27 лет ходит на работу а он такой фон барон значит он за ее счет этим всем занимается и что то есть грубо говоря паразитирует можно так сказать они конечно семья и она может сказать я не возражаю хотя мне тяжело я его поддерживаю у нас общие деньги это другой разговор но в общем конечно конечно мы в эмиграции очень много такого видим у него какая-то мечта странная и она живет за его и он живет за ее счет а она там на двух работах вот и кончая с тем что брак разваливается я я такого много видел свет включись ну я хочу сказать что семья это прежде всего это как коммуникейшн то есть это прежде всего общение обсуждение каких-то вопросов и решение должно приниматься совместно но она говорит это же у него мечта я ж не могу бороться с мечтой И мечта, это совсем неплохо в той мере, в которой оба члена семьи поддерживают эту мечту. Если у одного есть мечта, а другой в этой мечте не участвует, а только впахивает с утра до вечера, то, в общем, что же это за семья такая, да? Это очень странная семья получается. Но тут еще интересный момент, ведь никто же не запрещает человеку реализовать свою мечту, да? Ну пусть он, например, вечерами подрабатывает, зарабатывает и те деньги, которые он сам лично заработал, он может себе инвестировать в осуществление своей мечты. В этом тоже ничего плохого нет. Опять же, с обоюдного согласия, если там не требуется помощь по дому и так далее, и так далее. Какая семья, есть ли дети, это уже между собой можно решить. Но, по крайней мере, человек осуществляет свою собственную мечту за счет своих собственных средств. А вот если он свою мечту осуществляет за счет члена семьи своей, другого, да? То получается мечта немножко странная, такая кособокая мечта. То есть у второго члена уже на право на мечту никакого-то и нету. Она просто должна саппортить мечту своего. Поддерживать. Тут еще есть тонкость. Дело в том, что есть мечта, и есть мечта как бы реальная. Вот, скажем, мечта, он там заканчивает какое-то учебное заведение, или там получать какую-то профессию, врачом стать мечта, да? Я понимаю, это мечта. То есть я понимаю, что она рано или поздно заканчивается тем, что он получает какую-то стабильность. Я приведу пример с этой мечтой. Ты знаешь, что у нас здесь, поскольку люди эмигрируют, да, и связываются очень часто, оказываются в ситуации, когда им приходится менять профессию и так далее, и так далее. Я знаю очень много семей, да? Это не одна семья, в которой, значит, люди приехали и, условно говоря, да, жене нужно было подтвердить лицензию бухгалтера, и здесь это очень серьезная лицензия. А, такое СИПИИ, да. И они договорились с мужем, что пока она будет три года учиться, это фулл-тайм учеба, полный рабочий день, он будет ее обеспечивать и поддерживать материальную семью. Но зато, когда она уже получит свою лицензию и откроет практику, тогда он пойдет учиться, и она будет поддерживать всю семью. Мы такого много видели. И это, в общем-то, нормально, да? То есть, ну как... Это семейный план. Это семейный план, где оба человека могут реализоваться, да? Он реализуется в какой-то последовательности, потому что сразу они не могут вдвоем пойти учиться, кто-то должен работать и поддерживать. Нет-нет, но этот план понятный в том смысле, что два человека, у которых общая цель, договорились и реализуют этот план. В данном случае я коньякового договора не вижу, а вижу наоборот, что один человек просто работает, потому что у него выхода нет, а второй человек осуществляет свою мечту без всякого договора. Тут есть еще вот какая тонкость. Дело в том, что биржевые спекуляции – это очень специфическая область. Это, ну я не хочу сказать, что на 100%, но для многих людей это почти на 100% сродни, например, там, картежничеству и так далее. То есть это как вот, как сказать, наркомания такая. И они никогда ничего толком не выигрывают стабильно. То есть он где-то выиграл, где-то проиграл, где-то выиграл, где-то проиграл. Stack Market, конечно, это не просто карты, хотя есть люди, которые в карты стабильно выигрывают. Но дело в том, что есть большие игроки на рынке, которые движут этот рынок, и маленькие игроки, такие как у ее муж или там, скажем, я, значит, наш успех или не успех – это наша способность видеть, куда большие игроки двигают маркет. И тогда вот мы можем тоже пристраиваться тут немножко, там немножко, здесь немножко. Но это же… Я не знаю, как он учится это делать. Может быть, он так учится, что не научится никогда. Я не знаю. То есть кто им руководит? Ты знаешь, какие здесь курсы? Ты знаешь, какие деньги люди платят, чтобы их научили этим заниматься? Да, секунду, еще раз. Речь даже не об этом. Речь не о том, что это вероятностные процессы, можно легко там спустить все деньги и так далее. Нет, нет, я о другом говорю. Речь о том, что он может никогда не научиться. Это все отлично. Понимаешь, как? У человека есть мечта, и он, в принципе, имеет право на такую мечту. Единственное, что, свою мечту он должен обеспечивать сам. Вот это… Не за чужой счет, конечно. Не за чужой счет. Вопрос ведь только в этом. Потому что это маленькое только, маленькое зернышко такой раздора, да? Да. Это что значит? Допустим, да, при успешном сценарии он станет великим брокером, откроет свой собственный бизнес. Ко мне все… Ну, я говорю условно, да? И у него все будет хорошо. Но если он в какой-то момент не считался живой, а почему он должен с ней потом считаться? Он откроет успешный бизнес, сказал, это мои деньги теперь. Ну, и все может быть. То есть, если нет общения никакого в начале, почему он должен появиться потом? Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Что я… Мне лично не импонирует сама мысль, а то… И девушка, кстати, вот она тоже, она не понимает. Она говорит, мечта… Слышишь? Мечта о финансовой самостоятельности мне импонирует. Финансовая самостоятельность, достигаемая через спекуляции, спекуляции, то есть не принесение пользы какой-то людям, а спекуляции на манипулируемых рынках и так далее, это вообще-то гадость какая-то, честно. Не, ну послушай, ты не можешь… Суть гадости этой нету, что стоп-маркет существует и люди на нем зарабатывают деньги. Польза людям должна быть какая-то. Что за мечта такая, Света? Послушай, ты говоришь вообще не о том сегодня, потому что речь идет о том, что есть семья, и в ней есть две части, да? Да. Два человека. Два человека должны договориться и принять какое-то решение. Либо они семья, и они двигаются вместе в одном направлении, либо они не семья, и тогда эта девушка работает и сама себя саппортует, а он уже как хочет, хочет, мечту свою реализует, хочет идёт работать. Просто есть опасения, что они как семья и дальше лучше не станут. Ну, в том тоже и дело, что… То есть это она, а не семья ровно в той степени, в какой она подчиняет свой интерес ему, да, а он, собственно, просто её использует. И были ли когда-нибудь у них в жизни такие ситуации, когда была ситуация наоборот, да, что он работал, а она жила за вечером? Ну, в семье, понимаете, как, в семье не должно быть такого… Всё-таки семья – это, как бы, настолько тесный организм, где вопросы должны решаться сообща, конечно, конечно. Ну что же, хорошо. Я думаю, Света, мы этот вопрос обсудили, и мы пожелаем девушке, чтобы всё у неё хорошо сложилось. И я, в общем-то, понимаю, что… Я понимаю её беспокойство, она видит какую-то ненормальность в этой ситуации, мы в этом плане с ней совершенно солидарны. И она его любит, и она хорошая девочка, понимаешь, она… А, может быть, и он её любит, и тоже пойдёт после… Наверное, наверное, любит. Она хорошая девочка, понимаешь, она добрая, она солнышко, она готова как-то жертвовать там ради своего любимого. Это очень хорошая девочка, и мы, конечно, очень хотим, чтобы у неё всё получилось, чтобы они нашли с молодым человеком взаимопонимание, но просто, как сказать, ненормальная ситуация вот такого плана, да, она просто долго не может существовать. Поэтому как-то, в общем, чтобы это разрешилось всё и закончилось как-то хорошо. Счастливо!